привет друзья сегодня мы с вами на участке за номером 3 посмотрим это молодежь 2015 году здесь мной было переделано картофельное поле в сад 2015 15 16 17 18 19 20 21 пошел восьмой год деревья выросли до такого состояния вот ни одно сейчас мы этот кусочек обследуем сады бывает так приезжаешь приезжаешь покупаешь а там что-то есть и там у меня что-то есть от прежнего хозяина и от соседей давайте посмотрим я не знаю где он доставал эту вишню и все уникально по со своей своей как сказать характеристикам она абсолютно не боится мороза а это шушенский район красненский край и иногда со смехом вспоминаю в один из журналов написал может сами придумали за написали так из дневника школьницы побывавший мемориале владимировича ленина вот а в дневеке написано я была на даче ленина это шушенском районе дальше ленина поняли да шутка юмора и вот мой сосед вот эти вот вишни посадил раньше меня на год на два чем они интересны ну я уже сказал выраженность необычайно так моростойкость необыкновенная они требуют ухода соседа уже лет 15 как нет живых а вишням скоро исполнится 40 лет единственное что они отличие от главное главное отличие этих вишен от европейских тех что в европе за ними ухаживают и уничтожают своими руками посадите эти деревья никто не берил видите это уже а скажите зачем было и берите вообще никаких агроприемов просто посадили все вот и вот получается их происхождение я догадался так что это бывшие культурные вишни сюда они попали это не только в этом саду такие есть а значит они появились раньше нас это мы иммигранты мы появились позже вишен в основном мы кто строители энергетики вот работники металлурги алюминиевых заводов вот так мы сюда попали вот это дерево особое вот это вот но нет точно такая же вишня вот смотрите хоть на этом дереве хоть на этом но был особый год когда эта вишня вдруг стала крупнее два раза одна единственная и только год на следующий год опять стала такой как все и тогда я догадался все таки это не то что одичавшая это называю не одичанием я называю это приспособлением которые были по шикарней можете правда вымерли остались вот такие уже настоящий год и два лет пять назад вишня стала такой как все но явно что в ней гены культурной вишни имеются от поговорили об этом вот скоро поедут гости гости и тут даже не вставая на цыпочки они будут эту вишню собирать 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 и собирать видите сколько ее и еще несколько таких а у меня еще своих полно и вот получается что главное достоинство этих вишен я рассказал но это еще не все они размножаются или косточками когда приходит весна вот тут вот полно вишен который лежат здесь ковром для ни разу не видел сеянца вишни а вот корневые отводки они дают причем дают так хорошо что этот способ стал не только здесь на европе основным при размножении но он же сыграл другую шутку вот это бесконечное размножение когда все они становятся родственниками а потом опыляются а потом близко родственные связи приводит деградации вот и здесь до деградации пока еще далеко в европе сотни лет а здесь сибири десятки лет нам еще до деградации далеко вот вот такой коротенький сюжет именно про вишни а почему я не наверное осталось три дня 30 апреля телевидения вот надеюсь покажете в москве в том числе и тогда я познакомлю получается всю россию с этим уникальными вишнями в чем прелесть эти вишни количество семян можно собрать невообразимо это должны заниматься специальные люди от науки почему деградация в европе такая что я будучи на международной конференции куда мне пригласили потом правда отключили микрофон за мои юридические высказывания типа того что нужно цензуру вводить нужно запрещать ухаживать за деревьями потому что все эти приемы по ухаживанию дерева не для дерева только вред приносят ну ладно я сидел в зале и слушал человека который профессор для может кандидат может доктор наступающих было много вот он и объявил что европе практически уничтожены те самые знаменитые вишневые сады а если есть это жалкие остатки вот но вот эта ссылка на то что вот посмотрите вы не найдете в наших вишнях вот еще раз не следов никакого не манилиоза не какомикоза не нет у нас это то что там уже даже совершенно неграмотные люди знают что что такое гриб модель банили и так далее и вот эти грибы они на мой взгляд абсолютно безобидно абсолютно они едят только то что уничтожили люди а на них свалили причины горят деревья болеют надо спасать а дальше любовь это выражается в огромных затратах на опрыскивание бесконечно бесконечно опрыскивание и тут же прорежем потом опрыскиваем реже колеча деревья призывает их попрыскивать и спасать ну так же я все время пытаюсь объяснить это ну представим себе реанимации отрезали человеку руку ногу хорошо если не случайно отрезали а то сказать жизнь заставил отрезать бывает там гангрена вот а потом приходит другой врач новая совершенно профессия научились у садоводов и начинает его а он же к тому же лежит от его запах он покрывается грибами живой всех покрывается грибами уже как следует не отмоешься не под ушами лежит а не под душем не в ванной как у себя бы дома вот появляется запах и вот представляем приходит еще один специалист доктор какой-нибудь реаниматор и в руках у него дезодорант да и он начинает дезодоранта все хорошо запахло от больного значит вылечься а больного уже готовится вторую ногу или руку отнимать вот это вот прямая связь между жизнью эти это и тем что я сказал идеи которые я называю прям прямым словами при приемы все все за как назвать они становятся все более и более заощренные и все более подлое по уничтожению вишен надо приехать сюда надо вот и все это собрать 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 вы знаете прошлом году что-то случилось птицами вот такой же урожай и я не успел рот открыть еще не приехал не успели приехать гости набрать для этого для варенья хотя это для ну там компота я считаю косточки в компоте это кочунство вот не успели а эти деревья были пустые видите что творится в этом году и солнце хватает и вы у них сахара много вот но еще несколько дней и появятся тучи птиц и все это будет ими уничтожено потом только весной тут будет лежать много много целый ковром этих с косточек от вишен вот мои призывы никто не слышит как назвать этот короткий фильм караул спасайте вишни или это самое я даже не знаю как это должно быть название чтобы привлечь внимание но опять будет просмотров иногда бывает у меня и тысячи и три но это ничего не страна вот а спросите всех специалистов по вишню знает ли они о том что творится в сибири знает ли о том что они у нас не болеют что не супер морозтой киви роту попара это называют свежая кровь ну услышат нет пожалуйста расшелать этот ролик я и я за них не получать деньги за это и на роликах нет рекламы пожалуйста умоляю помогайте друзья не мне помогайте всей европе ведь это что детям нужно детям я к любое место подойду и будет точно такая же картина точно такая же картина и здесь и здесь и здесь если бы специальные стремянки здесь нужно специальные люди которые чуть ли не альпинисты спасти все это но когда это случится вопрос почему территорические они жизненные до свидания друзья и Продолжение следует...